Приветик и конгратулейшн! Вы на моем канале, меня зовут Кристинка, и я представляю вашему вниманию видеоролик, где я закуплю себе продуктов на 350 рублей, и в течение недели буду им питаться. Насколько это возможно или нет, смотрите дальше. Мне будет очень приятно, если вы уже ставите этому видео большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь на дальнейшую дружбу, и пишите в комментариях плюсик, если наша дружба началась с вами после этого видео. Приятного просмотра! Больше слов не нужно. Потому что надо поставить 10 рублей туда. Кристина, это не твой вариант. Мы берем ту кардиночку. А там готовая закупка. Случилось, это очень неожиданно. И действительно, идея снять это видео зародилась абсолютно спонтанно. Мы просто пошли с Ариной гулять, и я ей говорю, что представляешь, у меня вообще нет денег. Вообще нет денег. 500 рублей у меня есть. Я не знаю, что мне делать. Она говорит, это отличная идея, может быть пора снять видеоэксперимент недели на 350. И как-то я даже не успела поразмышлять на эту тему. Мы сразу дошли до магазина. Если вы впервые на моем канале, то пролистайте немного вниз. И там есть еще видео недели на 500 и недели на 1000. Ну как, Кристина, что происходит? А там, мне кажется, если взять за 13 рублей, вот такой 12.90, можно и сухарей наделать. Ой, вот это будет супер, кстати. Сразу хочу сказать, что продукты я набираю, исходя из своих предпочтений. И беру то, на чем мне будет комфортно жить эту неделю. А не то, что правильно, полезно, рационально и так далее. Я думаю, что 3 штуки по 7.90 будет достаточно. Ты уверена? Да. Ну давайте 4. Они очень калорийные, это прям то, что нужно, особенно, когда хочешь сладенького. Ну а теперь кулачки. Я выбираю свои самые любимые улучки для этих измерений. Сейчас я пристегну собаку. Просто так красиво. Фокус с тебя-то на лук. Прямо без пакета, потому что он более-менее чистый. Лук я буду добавлять в крупы, так что надо взять его в достаточное количество. Ну, наверное, они чем-то не так стекло в размерах. То есть на шубу деньги есть. Слушай, ну это лучшие времена были. Вот это микс. А, еще берем капусту. Я беру маленький качан. Большое мнение, ну, это чистенький. Да, я думаю, это будет достаточно. Ну, картофу, конечно. Ура! Жарить супчик сделаю. На луковом бульяне? Ну, а что делать? А что делать, девочка моя? Я думаю, еще взять парочку морковок. Морковь-то у нас классная. Я думаю, там можно что-нибудь найти. Сейчас я на пакете. В прошлый раз писали, что зачем берешь пластиковые пакеты. Надо брать многоразовые сумочки. Я все знаю, но с тобой ничего не было. И идея провести этот эксперимент, выделать только что у нас с Арифой, пока мы гуляли с Леней. Ничего с тобой не было. А так, конечно, и это сумочки. И это еще что-нибудь. О-о-о! Вот это цены. Подожди, вот смотри. А, извините, это перловая каша. Это такое, наверное. Смирька, смотри, в томатном соусе. 38. Бычки обжаренные. Вау. Гулять так гулять. Только дату проверить, чтобы бычком не превратиться. Подожди, паштет шпротный 20 рублей. Ух ты. Арика, я не уверена, что я вижу так сразу. Ну, это по сути, это же перемолотый шпрот, да. Рыба, крупа, запятая. Булук репчатый масло, соль, прядость. Отличный состав. Бутербродцы какие-то вкусные будут. Так ли? Сама это и есть, то? Ну, я же прот люблю. Я тоже люблю шпротовых. Первозданном виде, так сказать. Ну, ладно. Первозданном. Надеюсь, что мы не вышли за бюджет. А сыр карат? Нет, давай без сыра, Арика. У нас не 500 рублей в этот раз, у нас 350. Без сыр, сырный продукт. Нет, это не сыр. Давай все лучшее оставим для Арика, где-то жизнь на сло. Люди, подписывайтесь на канал. В следующий раз вот то, что Арика очень хотела, но я отказалась, вы увидите. Ну, я возьму много изюма, да, потому что изюм тоже очень вкусный. Его можно и в кассу добавлять. Я думаю, достаточно. Можно один попробовать. Думаешь, можно? Ну, ничего. 22,50. 900 кам. Идеально. Макароны тоже берем самые дешевые. Порошки за 170. А, нет, стираем, вот. Ну, все. Ужин забабахал. Нереально. Погласишь? Это уже на двоих, да? Я думаю, надо было бы еще рис взять. Я бы рис добавила в суп. Может, рис быстрее? Возьми самый дешевый в пакете рис. Так что все, Кристина, ты даже ничего купить не сможешь. Это то, что голоса у вас. Ага. Риски стоят 30 рублей дорого. Да, ладно. Самый дешевый взял, как и был. Ну, в общем, все, ждите. Тут аж сок сразу палился. Я его, пожалуй, закину к морковке и лучку. Ну, теперь я знаю, как выглядят бычки. Не похоже на сигаретные. Это плюс. Ну, послеона. Ну, стал моментик пообедать, и для этих целей прекрасно подойдет уже сготовленная гречка. Я ее сейчас быстренько разогрею в микроволновке и поем. Очень бьет в нос запах бычков. Наверное, причина в том, что я не использовала никакие специи. Обоняние немного будоражит, конечно. Но вот супчик утром был прекрасный. У меня было настроение съесть на завтрак суп. Мне не хотелось кашу, сладкого, ничего. Я подумала, пусть лежит до того момента, пока мне этого не захочется. Потому что, как правило, захочется, а уже ничего и нет. И картофельный супец, он тоже был без специй, но при том он был такой достаточно сладкий. Это было вообще классно. Ну, нормально есть, вполне можно. Мне кажется, просто бочки в томате сами по себе или с хлебом есть сложновато, потому что они имеют такой достаточно интересный вкус. Мне кажется, ему понравится. Ну так, в целом, очень даже ничего. Питательно, интересно. Есть можно, вполне. На самом деле, это очень сытно. И в середине просто забываешь обо всем, забываешь об очках. Нормально естся. Очень сытное блюдо. Если честно, мне кажется, я не захочу есть в ближайшие часа. Наверное, два так точно. Насчет трех не уверена. Но, по ощущениям, один такой контейнер. И сил хватит. Новые совершения. Я подумала о том, что было бы здорово готовить еду впрок на несколько дней вперед. Ну, не на всю неделю, потому что, скорее всего, еда не сохранится. Но на ближайшие несколько это очень даже ничего. Я сохранила соус из-под бычков, и сейчас их использую для приготовления моего следующего блюда. А именно, здесь у меня варятся макарошки, обжаривается лучок. Сейчас я добавлю сюда макароны и соус из-под бычков. Вот все хорошо, но когда после приготовления бычков я зашла в квартиру, это был такой прям запах в носу сразу стоял довольно-таки жесткий. Поэтому сейчас после готовки я быстро-быстро убираю это в контейнеры и в холодильник. Есть можно, насыщает, но пахнет зверски. И еще я нашла огромный плюс в макаронах за 11 рублей. Такие макароны достаточно бросить кипящую воду, и буквально через 3 минуты они уже готовы. Они уже даже не аль денте, они уже просто готовы. Перекладываем. Получился один достаточно приличный контейнер. Ох, супер. Убираем в холодильник. Да. Макароны, крупы, овощи, фрукты. Не в этот раз бывает иногда, конечно. Я очень часто забываю про мясо, белковые какие-то составляющие своего рациона. И вспоминаю о них только тогда, когда задумываюсь о том, что питание должно быть сбалансировано. Я это говорю к тому, что, скорее всего, есть люди, которые уже начинают набирать текст, что нужна курица, яйца, надо купить бройлерного цыпленка, раздробить его на кучу частей. И готовить в течение недели мне не хочется. Серьезно. Я показываю просто никак, вот если у вас есть 350 рублей, как вот вам жить. Ни в коем случае. Я просто говорю, вот у меня есть 300, было 350, да сплыло, так сказать. Как мне будет приятно провести эту неделю. Причем сейчас только первый день. Вы видели все, что я ела. Я ела суп и порцию гречки. Ну, еще время от времени таскала вот эти сухарики из белого хлеба. И ощущение, как будто я такая сытая, вот прям обожралась. Ощущение, как будто... Не то, что хочется расстегнуть пуговичку на джинсах и вот так вот развалиться, а просто ощущение, что, боже, я не захочу есть еще 100 лет. Нет, возможно, возможно, под конец недели я подумаю о том, что было бы здорово съесть какую-нибудь котлету или дожареное филе какое-нибудь. Но у меня в любом случае есть еще килька, паста и шпрот, паштет. Так, шпроты я люблю, но вот кильку и бочки... нет. А в сочетании, когда это еще с жареным лучком, вот лучок, на самом деле, это такая универсальная вещь, универсальный овощ. С ним преображается любое блюдо, любые консервы. Я вот прям с нетерпением жду момента, когда проголодаюсь и попробую макароны. Сейчас они в меня просто не влезут. Идеально. Я ушла буквально на пару часов из дома. Я мерзла, безумно проголодалась. Я узнала, что все так будет, я взяла с собой один контейнер. Сейчас я буду есть макароны. Такая голодная, что, в принципе, я уже даже не думаю о том, что мне есть. Мне просто хочется что-то побыстрее бы, да и попитательнее. Слушайте, ну блюдо получилось просто 5 звезд Мишлена. Макарошки сладенькие, ничего неприятного не ощущаешь. Все вкусно. Макароны, правда, такой, ну подходит вообще слово густой. Густая консистенция какая-то у них такая странная. Но к этому быстро привыкаешь. Первый день я уже привыкла. Время для десерта. И я съела один казинак. Теперь я готовлю порцию риса со шпротовым паштетом. И еще на завтра две порции гречневой каши. Я сделаю ее с изюмом. Одну я съем на завтрак, а вторую либо возьму с собой. Потому что, как показывает практика, на учебе очень хочется есть, а еще сильнее хочется чего-нибудь сладкого. И таким образом я убью сразу двух зайцев. Я просто отварю ее. И когда уже вся жидкость выпарится, я туда добавлю изюм, чтобы он размягчился, придал вкус гречке, а на изюму. И в таком виде просто распакую по контейнерам, больше ничего не добавляю. Ребят, ну ризотто. Ну, посмотрите на эту консистенцию. Ребят, а цвет? Прям-таки ризотто с белыми грибами и трюфелем. Так просто никому не сообщать, что это паштет и шпроты, и все. Идеально. А если еще и Ленька пришел, значит, действительно все вкусно. Собак, наших маленьких друзей, их не обмануть. Оп. Они идут только на вкусное. А завтра будет супер. А Леня все еще доедает свой праздничный торт. У него еще там треть осталось. Итак, я помыла изюм. Вот уже почти выкипела вся вода в гречке. Теперь я все это дело смешиваю и перемешиваю. Выглядит прям как-то по-царски. Там еще осталась жидкость, но я пока не убираю кашу с огня. Пусть дальше все варится. А пока все накрывается. Отправляется в холодильник. Тут мистер Олень. Сейчас я дожарю оставшийся хлеб. Сухарики. Отдельно пару кусочков хлеба просто поджарю с двух сторон. Получатся такие тосты. Хочу их съесть сейчас. Не знаю, что произошло с этим рисом, со шпротами за сутки. Но спустя ночь это блюдо стало есть приятнее. Я ощущаю просто рис со сладким луком и со вкусом шпрот. Получилось не так плохо. Просто вчера, когда я готовила, съела с ложки то, что оставалось. Ложкой, которой я мешала это дело. Мне показалось, что эти шпроты, они так ужасно выбиваются из всего этого блюда. И они такие горькие. Несколько блюд с этим паштетом, я не знаю. Вообще невкусно. Вообще невкусно. А сейчас я ем, понимаю, что в общем-то все супер. Только, наверное, если бы я еще раз готовила рис со шпротами, я, наверное, лук порезала бы еще мельче. Или бы вообще натерла его на терке. Хотя в таком виде тоже неплохо. Но, может быть, попробовать приготовить иначе. Настал момент для ужина. То же самое, только макароны. Ммм, а вот макароны горчат. Не сами макароны, а вот шпроты. А вот здесь нет. Шпроты мне все-таки больше понравились с рисом. Но... Есть можно. Еще я сегодня съела один козинок. Еще один. Не знаю зачем. Еще один. Взяла совсем чуть-чуть морковки, потому что у меня ее осталось не так много А здесь она очень даже подойдет в таком небольшом количестве Я даю всему этому делу настояться, чтобы паштет растаял Затем я еще раз перемешаю, накрою крышкой и оставлю минут на 5 Суперский перекус Когда достаешь контейнер из микроволновой печи, так вкусно пахнет шпротами То я даже не сомневаюсь, что это будет очень вкусно Это очень классное блюдо Только единственное, капусту надо резать максимально тонко, мелко Ну, натереть ее, конечно, не получится, но довести ее нужно примерно до такой же консистенции И получается просто обалденно И хорошо ее потушить, чтобы она стала мягенькая А тем временем с нами в команде сегодня работает пес-похититель Который похитил что? А что трясемся? Что похитили-то? Где чешуя луковая? А? Тряпку кто похитил? Леня? Где луковая чешуя? Ты съел ее, Леня? Ты ее съел? Класс Зовите его теперь Мистер Лук Пожалуйста Блюдо готово Выглядит супер У меня здесь две порции И еще сразу варю гречку Сделаю то же самое с гречкой Выглядит супер Отправляем в холодильник А этого оставляем снаружи Так, и вот у меня гречка с килькой С капустой, морковкой, лучком Я сейчас попробовала Это очень вкусно Блин, на самом деле я уже пока готовила Немного проголодалась Я прям... Ладно, я сдержусь Я сдержусь до завтра Ну, знаете, я бы хотела Съесть это сейчас Голод застал меня В полдесятого вечера Не то что голод А просто желание Что-нибудь съесть Я достала контейнер Со шпротами Который был И уже чувствую Как просто Становится легче На самом деле Это очень вкусно Вообще уже Даже не думая о том Что это было Что это были Неполноценные шпроты Прямо супер Спать сегодня буду Цыгане точно Не приснятся Лень Если бы тебе можно было Я бы тебя угостила Ты ешь отдельную еду Но знаю Мне все очень понравилось Мистер лосось Сегодня на завтрак Вместо гречи У меня будут Макароны Которые вчера приготовили Потому что Сегодня хочется Чего-то поосновательнее Я просто надолго уйду И С собой пройти Мне неудобно Я думаю Что Ко-лаунчбокс Насытит меня На достаточное количество Время Черт Это гречка Ну ладно Я не разглядела Значит гречка Тем не менее Там много ингредиентов Так что я думаю Это будет не сильно Хуже чем макароны Хотя Мечтала я о макаронах Конечно Ну да ладно На завтрак у меня Сегодня будет Рисовая каша С изюмом И она должна Получиться вкуснее Чем гречневая Потому что Рис Он сам по себе В готовом виде Представляет такую Склизкую крупу Мокрую достаточно Не то что Сухая гречка И в комбинации С изюмом Это будет гораздо прикольнее Опять же Добавляю Изюм Крупе Во время варки Пока еще есть жидкость Чтобы все успело Размягчиться Сейчас уже вечер Воскресенье И меня ждет гречка Которую я Быстро Разогреваю И ем Я сегодня только Позавтракала У меня сегодня была Рисовая каша С изюмом И казинак Я съела Таким образом Казинаков у меня Больше не осталось У меня нет никаких Консервов У меня осталась только Крупа В небольшом количестве Я показывала Не все свои приемы пищи Какие-то повторялись Вся картошка Ушла на суп Я делала его Несколько раз Еще небольшую часть Я пожарила Полностью Истратила лук Морковь У меня осталось Немного капусты Ну и крупы По-моему Ничего не забыла Дорогие друзья Спасибо, что посмотрели Это видео Я надеюсь, оно вам понравилось Спасибо за ваше внимание Я с вами прощаюсь До новых видео Оставайтесь с нами Пока